Там вот эта фернечка перегорожена, плотина И там дальше такая захода получилась И оборудованы этот пляж И вот последний год там порядка срывается Нормальное купальное место За счет того, что уезжает дача Это наоборот Казалось бы, такое село тоже Много ли вы знаете красивых сел? Неподалеку от Ярославля Находится старинное купеческое село Вятское Расположенное в Некрасовском районе Ярославской области В 40 километрах от Ярославля На берегу реки Ухтомки Примечательно оно Своей планировкой относящейся К 18 веку А также большим количеством архитектурных памятников Построенных на рубеже 18-19 веков Первые упоминания о селе Вятском Относится к 1502 году Когда оно было центром Митрополичьи Вятской волости Название села Предположительно Объясняется проходившей Поблизости дорогой в город Вятку В 17 веке Вятское Было вотчиной Патриарха Филарета Федора Никитича Романова Отца первого русского царя Династии Романовых Михаила Федоровича К концу 18 века Вятское стало известно Своими базарами Проходившими по четвергам Каждый год Здесь организовывались Шумные ярмарки Среди жителей села Было немало знаменитых Кровельщиков и печников Существовали даже целые Профессиональные династии Ремесло передавалось по наследству Во второй половине 19 века В Вятском Начинает активно развиваться Огуречный промысел Огурцы засаливали А потом возили продавать В соседние города Главным образом в Архангельс Славилось село И местными купцами Которые строили здесь Не только роскошные дома С нарядными фасадами И ажурными водостоками Но и школы, больницы И богодельни В 20 веке В Вятском был образован Колхоз Который со временем Стал многопрофильным Хозяйством Однако к концу 20 века В этом преуспевающем Колхозе начались Финансовые трудности Вскоре он был признан банкротом А село стало приходить в упадок Уникальные памятники Архитектуры разрушались Реставрационные работы Начались в 2006 году К настоящему моменту Восстановлено Более половины памятников Культурного наследия Открыто Более десятка музеев Нам даже показалось Что музеев как-то многовато Мы посетили, например Дом ангелов Который был посвящен Подвигу уроженца Вятского Петра Телушкина Который в 1829 году Починил крыло ангела На шпиле Петропавловской Крепости в Санкт-Петербурге Но, честно говоря Если зайдешь в музей Получается такое сравнение Как будто ты попал В китайскую сувенирную лавку На берегу Ухтомки Стоят несколько банных домиков Это музей Банька по черному А здесь вода, наверное, наливалась? Да, да А дверь закрывали Да, выпускали этот дым И так на раз Все, можно париться Вот прям по ходе Анатолия На противоположном берегу реки Стоит еще один примечательный музей Дом Горохова Или музей торгующего крестьянина Здесь можно побывать В жилых покоях местного жителя Посмотреть на старинные предметы Быта и утварь А также посетить торговую лавку На первом этаже дома Во дворе Во дворе представлена не только Сельскохозяйственная техника Прошлого века Но и традиционная Огуречная яма Что нас удивило в доме крестьянина Так это то Мы увидели, например, печатную машинку Спросили у сотрудников А что, разве у крестьян В домах стояли печатные машинки Ну, в ответ нам сказали Что по-разному жили У кого-то, наверное, и стояли Памятник Александру II Неподалеку Стоит памятник Александру II Установленный в Вятском В начале XX века В честь 50-летия Отмены крепостного права Автор проекта Известный скульптор Апикушин В советские годы Памятник царю-освободителю Заменили бюстом Карла Маркса Но в начале XXI века Бюст Александра II Вернулся на свое место Исторический памятник Не сохранился Сейчас на его месте Стоит точная копия За рекой Красивый двухэтажный особняк Дом со львами Который раньше Принадлежал купцу-старообрядцу Галочкину Он был построен на рубеже XIX-XX веков Но архитектурная доминанта Села Безусловно церковь Воскресения Христова Расположенная в самом центре Вятского Она была построена в 1750 году На средства На средства прихожан И в советское время не закрывалась Что позволило сохранить Внутреннее убранство В селе есть еще один храм Старообрядческая церковь Успения Пресвятой Богородицы Построенная в 1780 году В Заречной Слободе На средства купца Григория Дмитриевича Кубанина Ее судьба более печальна В тридцатых годах ХХ века Она была взорвана Колокольня разрушена В настоящее время Уже разработан проект Ее восстановления А в день престольного праздника Здесь проходят службы Вятская земля Богата водными источниками Самый знаменитый из них Ерехтанский Он известен еще в 19 веке В начале 21 века Неподалеку Была открыта и освещена Часовня Купель В честь иконы Божией Матери Живоносный источник Куда подается вода Из ерехтанского источника Часовня Купель Сразу стала объектом паломничества Многие люди Едут специально смотреть это село Во многих источниках Оно значится как Самое красивое село России Нам оно Показалось несколько театрализованным Уж слишком много В нем новодельного Что временами смотрится грубовато А вы как думаете Какие красивые села Вы видели? Музыка 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 Музыка